всем привет сегодня вот такую схемку будем собирать эта схема зарядного устройства и как заявляет автор с функцией десульфатации то есть можно десульфатировать аккумуляторы о том как она работает что нам для это надо как вы видите тут надо совсем мало тут основное действующее лицо так скажем это тиристор больше тут ничего нету и немножко обвязки вот так вот что нам для этого надо как это все собрать если вам интересно оставайтесь с нами поехали опять 25 а точнее схема зарядного очередная тут заявлена функция десульфатации каким образом она работает что за съемка сейчас постараюсь объяснить основная часть это у нас тиристор здесь указан теста 20 122 25 я буду использовать d 235 в конечно лучше же 122 тиристором помощнее но за неимением то что указано будем собирать на аналоге принципе схема должна работать есть регулятор зарядного тока и сам смысл схемы тиристор как вы знаете он работает импульсами не постоянно то есть открылся закрылся и тем самым заряжает батарея так вот в тот момент когда тиристор у нас открыт то есть он проводит через себя ток на батарею аккумуляторную поступает напряжение поступает зарядный ток она заряжается тот момент когда тиристор закрывается начинает работать выпрямитель на диоде в d2 кд 226 обратной полярности через резистор на 910 ом я взял чуть другое а нет я взял на 910 ом вот довольно мощный 7 ватт и когда опять у нас тиристор открывается ток через него течет гораздо больше чем можно протечь через резистор r3 он ограничивает этот ток и батарея опять получает импульс нужной полярности до тех пор пока основа не закроется тиристор и не появится импульс меньшего тока конечно по сравнению с зарядным но обратной полярности и по заявлению автора схемы автор не я сразу говорю я ее в интернете нашел это способствует растворению растворению сульфата свинца в батарее и продляет хорошо жизнь аккумуляторной батареи что у нас имеется из деталей тиристор переменник я взял на 10 кОм но не было у меня на 3 резистор вместо 20 ом взял на 30 ом и конденсатор на 1 микрофарад на выпрямитель обратной полярности резистор на 910 ом и диодик из блока питания цветного телевизора советского в принципе вот они все детали осталось их только соединить здесь у нас просто индикатор подключены батареи светодиод и только ограничивающий резистор к нему и конечно же индикатор тока желательно стрелочный потому что на таких схемах импульсных так скажем импульсных вот эти вот амперметры начинают чудить и показывать не точно для начала на управляющий электрод тиристора кстати корпус у него анод длинный вывод верхний это катод а маленький вывод это управляющий электрод на него нам надо припаять резистор на 30 ом на схеме 20 указан я на 30 припаяю и одним выводом не важно каким конденсатор на 1 микрофарад конденсатор у нас неполярный я взял тип к 7317 на 250 вольт но здесь можно в принципе тоже на 50 вольт брать напряжение невысокое ну что припаиваем резюк припаяли и туда же конденсатор конденсатор второй свободный вывод конденсатора мы припаиваем катоду тиристора припаяли шикарно теперь сюда же катоду тиристора мы припаиваем диод для выпрямителя обратной полярности тем местом где нет полоски то есть анодом к его катоду где полоска это катод диода где нет полоски анод вот припаиваем согласно схему вот он анод вот он катод присоединяемся прямо вот сюда нашел я другой диод на 3 ампера УФ 5404 припаиваем его так же как и собирались предыдущий потому что у того ножки оказались хлипкие точнее одна ножка как я понял когда его выпаивали это делал не я слишком часто сгибали туда сюда ножку и немножко она надломленная так тут уже все припаяли теперь нам надо резистор припаять любым выводом хоть так хоть так катода диода и начинать уже монтировать переменник все устройство готово регулятор все получилось довольно компактно теперь нам надо подключить все к трансформатору у трансформатора надо чтобы выход был порядка 20-24 вольт переменки вполне достаточно я подключил для начального испытания на 17 вольт аккумулятор будем испытывать от скутера старенький и что нам нужно согласно схеме один вывод нам нужно через амперметр включить напрямую на плюс аккумулятора любой из выводов трансформатора далее второй свободный вывод от трансформатора мы подключаем на катод тиристора вот он провод осанода тиристора это уже подключаем вывод к минусу аккумуляторной батареи схемка работает ток у нас регулируется сейчас мы попробуем подключить к лампочке его посмотреть что получится я подключил лампочку мощную автомобильную от фары головного света от фары головного света отключаю чтобы не перегружать устройство подождем некоторое время потом посмотрим какая температура погонял я его минут десять не более 50 градусов очень хорошо 40 с копейками я еще прибавляю почему градусов потому что здесь поверхности кое-где есть как глянец они отражаются температура не точная но спокойно радиатор этот маленький держу руками абсолютно комфортно не горячо так что резистор могу руками держать диод без всяких проблем схема рабочая вполне применять применять ее не применять это конечно вы уже сами решите многие пишут что подобные схемы это уже прошлый век что со времен динозавра такое уже не используется хотя никто ни разу не задался вопросом как работают многие зарядные устройства которые чаще всего есть у людей я конечно понимаю что есть люди кто покупает супер-пупер навороченные зарядные устройства с процессорами там с охрененным количеством режимов зарядных и прочее и прочее но основная масса людей покупает зарядные устройства простенькие и требуется им зарядные устройства простенькие то есть человек который не хочет с этим возиться он купит но чаще всего сейчас все завалено китайским хламом который не то чтобы не работоспособный он опасен можно и пожар схлопотать а те кто могут и есть возможность собрать что-то они естественно соберут что-то не сложное конечно я рад за тех кто собирает на всяких контроллерах на процессорах прошивают эти контроллеры собирает крутейшие зарядные устройства можно только порадоваться за этих людей дай-то бог пусть все у вас получается все у вас работает но опять же во первых не всем это под силу во вторых не всем это надо поэтому прежде чем писать что это уже древняя никудышная схема подумайте над тем что я сказал по крайней мере это мое мнение далее что можно сказать мое личное опять же мое сугубо личное мнение по этой схеме она мне нравится она простая никаких наворотов нету при этом насчет десульфатации я не могу сказать есть она или нету это надо долго заряжать замерять разряжать то есть в один ролик это не уместишь но как-нибудь я пособираю еще несколько схем и попытаюсь в один ролик уложить испытания этих схем то есть одной схемой погонять аккумулятор потом разрядить посмотреть через сколько он разрядится одной и той же лампочкой потом зарядить второй схемой опять разрядить посмотреть быстрее разрядится или дольше ну и так примерно хотя бы выяснить какая схема эффективнее на этом все кому понравилось пальцы вверх кому нет соответственно пальцы вниз кому интересна данная тематика а также контент моего канала жмакайте кнопку колокольчик рядом с кнопкой подписаться ну и делитесь опытом рассказывайте какие схемы использовали вы будет очень интересно и конечно же скоро увидимся в следующий раз в следующий раз